Тропа опасная, вроде как не рекомендуют по ней ходить. Кто-то нарушает здесь закон. Тропой жестоко. Здесь водятся люди. Какой лёд! Идём, темп мы не сбавляем. Как ползли, так и ползём. Про меня снимают какую-то передачу про похудение. Мне всё время хочется почёсываться. На ваших глазах упало дерево. Ещё мы видели целых две аварии. Что мы потеряли? Что-то, конечно, мы немножко тупанули. В общем, там Байкал. Нет там ничего. Дальше уже только по воде. Путь достаточно тягомотный. Как я это видела. Тяжело. И конец уже заснуть хочется вообще. Хочется сдаться. Новый день у нас начинается с того, что мы покидаем остров Ольхон. Мы планировали приехать к паромной переправе в 7 утра. Сейчас в 7.44. Но всё равно наш план удался. Здесь ни одной машины практически нет сейчас в сторону Иркутска. Они были, но уехали. Просто здесь работают три парома. И поэтому, если очередь небольшая, то её особо не скапливается на берегу. Говорят, что раньше был всего один пароль. Один паром. И тогда стояли такие очереди, что да. Якобы даже сутками могли стоять люди. А сейчас типа по 7.8 бывает. К счастью нам повезло. Мы сюда стояли 2.5, а туда 0. Кстати, когда мы выбирали на чём поехать. Взять машину или доехали сюда на автобусе. Я как-то не учитывала тот момент, что здесь столько времени можно провести. То есть я думала, ну автобус едет 7 часов. Господи, как долго. Ужас. Машина, естественно, быстрее. Но все эти автобусы проезжают без очереди. То есть они становятся в левый ряд. Едут все без очереди. И это реально может быть быстрее, чем на машине. Мы здорово сейчас. По сути, не стояли совсем. Буквально минуты 2-3. И самое интересное, что кроме нас тут всего 3 машины и один КамАЗ. Никто, короче, не едет с субботу утром с Альхоном. Кроме того, что в Байкале очень чистейшая вода, она ещё и почему-то пахнет морем. Может быть, это запах рыбы? Или водорослей. В общем, Альхон, конечно, впечатлил, несмотря на то, что у нас очень много где был туман. То есть мы не видели 50% некоторых его красот. Несмотря на то, что мы не встретили нерв. Хотя этот такой тоже как символ Байкала. Но несмотря на всё это, это просто была потрясающая поездка сюда. И я верю всем, кто говорит, что обязательно надо побывать на Альхоне, чтобы считать, что ты был на Байкале. Потому что это вау. И надо побывать на мысе Хабой действительно. Не просто такая поговорка, а там действительно совершенно другие пейзажи. Вот по сравнению особенно с началом здесь острова. Я не знаю, во сколько эти люди из Аркутска сегодня выехали. Но тут уже огромная пробка. Спустя час пятнадцать после открытия паромной переправы. Просто обалдеть. Зачем нам, собственно, нужно было так рано переправляться с острова? То, что мы сегодня запланировали пройти по Большой Байкальской тропе от города Листвянка до Больших Котов. И так как туда и обратно это слишком долго идти. То есть один путь в одну сторону занимает 24 километра. За один день 48 не пройти. Соответственно, нам либо из Листвянки до Котов, либо обратно нужно будет сесть на теплоход, чтобы допрыть. А он ходит только раз в сутки из Листвянки и два раза в сутки из Больших Котов. И мы вот не знаем, на какой из них мы успеем, в какую сторону нам пойти. Все будет зависеть от того, сколько мы будем ехать. А как вы помните, сюда мы ехали почти весь день. А мы в Листвянке. В эту сторону мы ехали, конечно, меньше по времени, чем в ту. Из-за того, что не стояли на переправе. И добрались. Получилось 6.30-12.30. Ну да, за 6 часов в этот раз добрались. В прошлый раз было 9 с чем-то. Но мы сейчас еще ехали дальше. Из Иркутска причем. Да, 6 часов, но все равно нам чуть-чуть не хватило, чтобы успеть на теплоход, который отправляется отсюда в Большие Коты. Поэтому мы, скорее всего, не успеваем пройти этот путь полностью. Посмотрели из Больших Котов. Билетов сейчас уже нету. Даже суббота. Поэтому, скорее всего, пройдем половину пути. Но ничего. И там будет интересно. Что можно сказать? Что если вы хотите пройти по Большой Байкальской тропе, хотя вот эти 24 километра, не нужно ночевать на Альхоне. Честно говоря, мы не понимаем, почему для вас это не было очевидно. Ну ладно, и мы думали, может, мы это, Собермен, и все успеем. Но очень тяжело вставать опять, поскольку мы достали тебя чем-то. Быть только за рулем, в бодром здравии, это было тяжело. Да, под конец уже заснуть хочется вообще. Дорога монотонная, она еще так покачивает все время из-за того, что неровная. Блин, и еще мы видели целых две аварии. Да, причем сильных, реально сильных. Два лобовых столкновения. Видимо, проворотие машин, когда обгоняют, то не очень безопасно у них получается. Да, кстати, следите, если тоже будете убрать машину, чтобы она не была провороленная. Потому что их тут очень много здесь. Тут какие-то грязные особи. Мы их столько проезжаем за последнее время, а так близко еще не подходили. Только они так близко подходили к дороге. Мы дошли до таблички о том, что нужно разрешение. У нас оно, к счастью, есть. Мы его купили тогда же, когда разрешение на Ольхон, которое нам не пригодилось. Это мы покупали в Иркутске сразу, чтобы здесь нигде не искать и не терять время. Стоило оно, кстати, 50 рублей на человека. Вот на этот участок. В отличие от Ольхона, который 300 рублей. Мы уже несказанно устали. Как увидели начало тропы. В общем, да. Там у нас попросили разрешение. Либо, наверное, его здесь можно было бы купить, если бы у нас не было. А вот здесь карта. Значит, мы с самого начала. Мы, получается, прошли уже вот этот огромнейший путь. И он тоже был нелегкий. Вот. Получается, нам нужно будет надойти где-нибудь до середины и пойти обратно. Так как там больше не будет теплоходов. Как-то вот так вот дойти сюда. Может, получится вдруг успокоиться. Поглядим. Да, было бы круто. Судя по всему, вот там как раз было разветвление. Дорога. Можно было пойти налево. Куда мы пошли. Это нормальная, вот сейчас безопасная тропа. Или направо. Там тропа опасная. Вроде как не рекомендуют по ней ходить. Не совсем так. Если в Листвянке идти вверх по улице Гудина, то на опасную тропу вы уже не попадете. Она же проходит прямо вдоль берега. Да, там потому что опасные участки с них иногда бросаются люди. Ну, нечаянно. Потому что очень узко и угол, наклон очень сильный. Вот, значит, тропа становится узкой достаточно. Но идти нормально. Что ты нашла? Я вижу повсюду эти землянички. Землянички здесь есть. Самая ягода появилась тоже. Ну, в общем, вот, пришли мы-то в природу. Уже встретили белку и земляничку. Здесь-то эти пейзажи. Но пока мы как-то по оврагу, по сути, идем. Чуть-чуть выше самого оврага проложена тропа. Ну, в низине слева горка и справа горка. Тропа построена волонтерами. Да, потому что изначально была только опасная тропа. Они все эти опасные участки заменили на безопасные. И обслуживают эту тропу, там убирают все эти ветки. Я вижу, очищают ее периодически. Ну, в общем, мы все еще идем вперед. Дорога никак не заканчивается. Уже минут 20 прошли. До пляжа еще не вышли. Встретили несколько людей. Здесь водятся люди. Осторожно. О, красная смородина. Одна штука осталась. Все съели? Ну, наверное, тут все проходят. Я, наверное, замечаю. Как твои впечатления первые? Постоянно кажется, что кто-то, какие-то насекомые, до тебя дотрагиваются. Потом Руслан меня напугал обилием клещей в этих местах. Мне все время хочется почувствоваться. Короче, пока что это, с нервной системой не очень. Надеюсь, потом я привыкну, перестану чесаться и это. Короче, понятно. Ну, мы идем. Идем. Темп мы не сбавляем. Как ползли, так и ползем. Какие бабочки здесь из-под ног вылетают красивые. Как будто она путь нам показывает в какой-нибудь игре. Смотрите, здесь я вижу след. След это велосипедиста. Но интересно, что здесь запрещено кататься на велосипедах. Стало быть, кто-то нарушает здесь закон. По нашим наблюдениям, здесь нет комаров и слепней. Интересно. Будем дальше наблюдать. Вот мы нашли еще тут гриб. Скорее всего, здесь есть еще грибы, но мы не грибники. Мы не знаем ни что это за гриб, ни можно ли его есть. Осторожно. Стой, сейчас споткнешься. А что ты делаешь и расскажи? Я быстро устаю от того, что я делаю. Но я готова идти весь день, просто не так быстро. Интересно, а что делать, если я не готов идти весь день? Какая огромная земляника. Мне кажется, можно тут без еды ходить. Почти как клубнику. Мы кое-что нашли. Это природное кресло. В него можно удобно сесть и получить дозу тислот природных. Примандагедных. Пойдем мы, в общем, от этих муравьев. Они еще покусают. Идем наверх. Сейчас идет кто-то полет. До серпантин еще не дошли. У нас все вспотели. Тут, конечно, очень такой подъем затяжной. До стороны. Есть, кстати, люди с палками ходят. С большими рюкзаками. Срочное включение. Мы нашли тут брундука, видимо. Он нас, похоже, тоже нашел. Что-то он замер. Наверное, потому что мы замерли. И вот он, Байкал. Ну, просто красота неописуемая. Он никак не отличается от облаков. В общем, там Байкал. Нет там ничего. Ну, как? Вот там Байкал. Чего там нет? Там деревья, блин. Какой Байкал? Ну, за деревьями Байкал. Вот там вот Байкал. Ну, а что там? Край земли? Край земли. Там Байкал. Ну, вот мы начали уже спускаться. А это значит, что? Что на обратном пути у нас будет сильный подъем. После чего там 50-100 метров в пологой дороге. И потом спуск. Но спускаться, кстати, тоже не так удобно, как просто идти по прямой поверхности. Колени нагружаются даже сильнее, чем при подъеме. Мы идем просто прогуливаемся. Регулярно нам на встречу люди идут с большими рюкзаками. Видимо, тут популярная очень дорога. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Здесь вида хоть получше. Все это видно, кроме оврага. Хотя нет, по сути, вид на овраг, только овраг вдали. Похоже, начинается серпантинчик. Ой, там опять нечто крысообразное по деревьям ладит. Ой, это бурундук, да, полосатый весь. Красивый. Вот мы идем, идем. А серпантин-то еще и не начался оказываться. А, вот, кстати, это он и начинается. Пять рептилий здесь видов. В общем, в конце этой тропы, этого серпантина, люди очень радуются, что он заканчивается. Я не хочу. Тропа какая-то такая. Идешь слева деревья, справа деревья. Слева гора, справа обрыв. Справа обрыв, слева гора. Вот серпантин называется. Увлекательно, одним словом. Запасайтесь едой, когда тут пойдете. Потому что путь трудозатратный. Нужно восполнять калории. Наконец-то серпантин закончился. Закончились люди, идущие нам навстречу почему-то. Скоро будет пляжик. Но до него еще дойти надо. Ручеек. Охренеть. Только что на ваших глазах упало дерево. Какая-то жесть. Просто. Какой-то бред. Нет, я думаю, может быть, надо было подняться. Нет? Тут, видимо, недавно упало дерево. Я что-то совершенно не хочу так делать. Я вообще в таких походах, как этот. И в Сочи мы вот в этом году очень много ходили по разным тропам. Типа в Тисосомшитовой роще, на водопадах огурских. Мне все время, в общем, в эти моменты кажется, что про меня снимают какую-то передачу про похудение. По-моему, на СТС что-то такое было. Худые люди или, наоборот, толстые. Там взвешивали людей и выгоняли, если кто-то мало похудел. В общем, реально кажется. Особенно эти опавшие деревья, подъемы. Тут, типа, в стиле стань человеком. Хочется сдаться. Но при всем при этом нельзя сказать, что это какая-то сложная тропа. Подойдет там только для особо подготовленных людей. Нет, она как бы легкая. Просто за счет расстояния и вверх-вниз. Это всегда тяжело в любом случае. Что меня в этой тропе раздражает, это постоянное судение каких-то навозных мух над ухом. Просто вот все время, что мы идем, этот звук не прекращается. Как будто мы включили какую-то аудиозапись. И вставили наушники себе. Очень раздражает. Хотя Байкал меня поразил тем, что здесь практически нет насекомых на природе. Потому что везде степи. Но здесь немного другая природа. Мы наконец зашли до Байкала. Это вероятное счастье. Тут, что вечный этот лес, он вообще не вдохновляет. Здесь еще так прохладненько стало. Чувствуется дыхание, тумана. Хотя, вроде, тумана нет. И вот там вот виден тот самый пляж, про который мы постоянно говорим. Это тоже не по тропе, идем. Но стало очень интересно, что тут в конце мыса. Я, походу, дошла до самого конца. Дальше уже только по воде. Дальше уже и походу. Ребята, настоятельно рекомендую вам преодолевать этот путь единоразово, позабольтесь заранее о билетах, пройти здесь можно действительно 5-8 часов, потому что дорога она не прям чтобы очень легкая была, еще момент, обязательно с собой возьмите побольше воды, мы продолжаем идти, сейчас дойдем до пляжа, он уже виднеется, он уже красивый, отдохнем там, покушаем. Ну и в общем наш такой поход без кораблика, он скорее всего обернется тем, что он будет сложнее, чем поход с корабликом, потому что дальше от этого пляжа серпантинов нету, вот как тут красиво, значит мы идем, 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 и так 5 часов, ну ладно, шутка, мы сейчас идем не 5 часов, мы сейчас в сумме идем всего 4 пока, пока 4 часа идем, подожди, 4 часа, это значит что нам сейчас надо будет прям назад идти, ребята мы не можем на пляж попасть, назад по темноте, здесь я бы не стал идти, путь достаточно тягомотный, как это видео, как это видео полностью соответствует, я думаю это не странно в общем-то, зато вся правда, в общем идти тяжело, долго, сложно, муторно, 4 часа, одного и того же, через 4 часа, вот уже вроде бы вышел, красивым пейзажем, но блин, назад надо уже идти, а то скучный путь в темноте будет еще и очень долгим, потенциально небезопасным. Пока что Руслана ставится за этим деревом, я покажу вам как тут красиво, пейзаж такие средиземноморские, наверное, прикольно, даже если честно, все равно какой температуры вода, так хочется искупаться, после этого потеет, просто капец. Мы, конечно, еще не дошли до конца, потому что нам еще долго идти, но так, полувывод, что-то, конечно, мы немножко тупанули, а когда тупишь, то получается, что тебе не очень в итоге нравится место, хотя место в этом не виновата. Подумали мы, что, наверное, скорее это место подойдет больше для тех, кто не просто хочет прогуляться и насладиться видами, а кто в первую очередь хочет много пройти по горкам таким, а во вторую очередь уже всякие красоты посмотреть. Но здесь большую часть пути от Листвянки в сторону котов, никакой красоты особо и не видно. Буквально там на один-два парома раньше мы бы с Ольхона уехали, мы бы успели на катер до котов, и тогда бы мы увидели красоту. История не терпится слагательного наклонения, вдруг тогда бы что-то другое, плохое произошло. Ну да, мы там много аварий видели, это, скорее всего, мы бы встали раньше, были бы более не выспавшиеся, еще более. Нам такое не очень нравится просто ходить, а вокруг все однообразное такое. Почему-то мы ожидали не этого, и отсюда огорчение. Но если у вас таких ожиданий нет, вам тут все понравится, конечно. Закат, который мы заслужили с видом на Байкал. И она почти закатывается. За гору, правда, но тоже хорошо. Ну, тут почти везде горы, поэтому больше бедного некуда закатываться. Кстати, прошли мы больше вот этих километров в итоге, что составляет всю эту тропу, а еще даже чуть-чуть. И больше 7 часов, ну, 7 часов, по самой тропе, 7 часов. Ну, и плюс до нее, после нее и того, 8 часов практически без остановки. Это прям, да, был какой-то курс по выживанию. Это было тяжело, не знаю, может быть, время в какой-то степени получилось потерянным. Мы не увидели чего-то связанного с Байкалом. Не рекомендую повторять наш маршрут. Вот этот самый сложный участок пути, проходить два раза туда-обратно, это не очень прикольно. Зато мы в следующий раз приедем в Большие Коты, сходим до пляжа и вернемся обратно. Да, такой маршрут будет явно более насыщен разными пейзажами. Ничего страшного, мы все равно всем довольны. Главное, дошли. Напишите, кстати, может быть, кто-то из вас был на Большой Байкальской тропе. Расскажите, что там за пляжем происходит и вообще, что мы потеряли. Мы знаем, что много, но что конкретно? А сейчас мы возвращаемся в Иркутск, чтобы завтра поехать в горы. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока! Подписывайтесь, ставьте лайки.